Дмитрий, здравствуйте, рада вас приветствовать. Приветствую. Да, Виталий, здравствуйте. Дмитрий, ну вот после того, как Байден привязал, в общем-то, помощь Украине, связал с национальными интересами Соединенных Штатов Америки, с вопросами национальной безопасности своей страны, и объединил ее с Израилем, казалось, что уже украинскую карту будут разыгрывать американские политики меньше. Почему этого не происходит? Ну, на самом деле, игнорировать тоже ни у кого из американских политиков не получается, и, в общем-то, заявлять однозначно о том, что никакой помощи Украины не будет, этого тоже мы не слышим. То есть, в принципе, что мы видим? Мы видим, что перед парламентариями в США выступил министр обороны и государственный секретарь, и они объясняли, говорили о том, о необходимости, о важности. То есть, выступление Блинкена было очень и очень ярким. Другой момент, как раз сегодня состоялось выступление Блинкена в Сенате. Опять же, речь не идет об уменьшении помощи. То есть, как шла речь о 61 миллиарде, так речь и идет. То есть, это тоже достаточно стабильно. Я честно скажу, что он, например, тоже рассчитывал на то, что голосование, которое будет идти пакетом, и тем более после речи президента США Байдена о том, который однозначно сказал, что и приравнял нападение России на Украину и нападение Хамаса на Израиль, как по жестокости, по тому, насколько это опасно, что казалось, что действительно есть уже определенная договоренность о том, что именно с таким способом и будет происходить. Но пока мы видим, этого не происходит. Я думаю, что ничего особо драматического пока что и в этом и нет. То есть, это идеальный вариант такого голосования, о котором мы говорили, которое ожидали. Максимум, который может происходить, это, если произойдет это разделение, происходит, то о каких-то задержках по голосованию. То есть, все равно. То есть, мы видим, что лидер республиканцев говорит однозначно о том, что в Сенате МакКоннелл говорит о том, что тоже должно все приниматься в едином пакете. То есть, речь вообще не идет о том, что пересматривать эту помощь. То есть, пока что идет такой диалог сложный и достаточно, но позитив в том, что не идет речи о том, что не должно быть никакой помощи Украине, или ее надо серьезно пересматривать. Опять же, показательный момент, что из вот этих 61 миллиарда, о котором мы говорили, более 40 это помощь военная, а 11 это помощь для Украины вообще. И все-таки, скажем так, у сторонников помощи и в одном пакете, и вообще сторонников помощи, у них есть замечательный аргумент о том, что это те деньги, которые, в общем-то, не только идут непосредственно на помощь Украине и для защиты интересов Соединенных Штатов военным путем, но это те деньги, которые, в общем-то, помогают развивать и американский военно-промышленный комплекс, в который пойдут заказы. То есть это все достаточно... Поэтому я думаю, что речь идет о том, что пока что о технических вещах. То есть выглядит именно так ситуация. Дмитрий, вот вы вспомнили выступление, которое сегодня звучало в Сенате, в частности главы Пентагона Лойда Остина. Я бы хотел цитату его привести, чтобы зрители тоже были в курсе, что он сказал, и в Израиле, и в Украине демократии борются с жестокими врагами, стремящимися их уничтожить. Мы не позволим Хамас или Путину победить. То, как мы будем действовать сегодня, сформирует мир, который унаследуют наши дети и внуки. Действительно, такие серьезные заявления, ставки максимально подняты. А почему вообще вокруг этого вопроса ломают копья? Неужели то, что говорит Лойд Остин, кому-то непонятно или кто-то с этим не согласен? Ну, как ни странно, да, может быть так, что и непонятно. Потому что мы... И, в общем-то, это тоже ничего нового и ничего страшного. Традиция изоляционизма в Соединенных Штатах тоже достаточно сильна и имеет исторические корни. То есть, вот эта история о том, как Соединенные Штаты не вступали во Вторую мировую войну, например, да, то есть, это тоже, она достаточно очевидна. И это та параллель, которая, ну, сразу же просто приходит на ум. Поэтому сейчас тоже движение такое изоляционистское тоже достаточно серьезно. И потом, опять же, определенное российское информационное влияние тоже всегда было по формированию образа Украины. Поэтому я думаю, что вот это те причины, которые где-то и делают, ну, скажем так, неочевидными необходимости поддержки Украины. Именно даже в том плане, что Украина та страна, которая тоже воюет за те же ценности, что и Соединенные Штаты. Но, знаете, это, ну, однозначно все-таки, я думаю, не мейнстрим. И уж точно, скорее так, можем говорить о таком определенном плане маргинальном взгляде. Хотя, с точки зрения демократической процедуры, об этом надо упоминать. И, ну, и с этим надо считаться, да. То есть, поэтому эти слова и произносятся. Ну, то, что в Белом Доме будут отстаивать новый пакет военной помощи для Украины до конца, до последнего, уже намекнули у Байдена. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, которым не будет средств на помощь Украине. Похоже, решили, в общем-то, не церемониться с республиканцами в Белом Доме. То, что вы говорите о российском лобби, которое все еще продолжает свою работу, иногда очень даже успешную, и в Соединенных Штатах в том числе, в ответ к ним европейские политики собрались в турне в США в поддержку Украины. Как вы думаете, насколько широким может быть этот состав участников, потому что пока только страны Балтии заявили о подобной готовности, и насколько влиятельна их лобби в Конгрессе США, в первую очередь, конечно? Знаете, я думаю, что будет все-таки шире. Почему? Потому что мне вспоминается, например, как формировалась парламентская поддержка перед Вильнюсским саммитом, что именно в Балтии, но в то же время там было присутствие Федеративной Республики Германии. Поэтому я думаю, что да, есть такая возможность, и это будут страны наверняка не только Балтии, и практически у каждой страны есть свое лобби. То есть, тем более, и они могут быть небольшими, но они могут быть одновременно очень сильными и влиятельными. Тем более, что, например, если говорить о странах Балтии, то это то лобби, которое формировалось в том числе из вынужденных иммигрантов после советской оккупации. И оно достаточно влиятельно. Кстати, и латвийское, например, и литовское, и в обеих странах, например, были президентами выходцы именно из среды этих иммигрантов. Поэтому я думаю, что это такой, на самом деле, достаточно ощутимый и весомый уровень поддержки. Дмитрий, а что можно сказать о поддержке, которую в последнее время оказывает или не оказывает? Вы нам объясните, пожалуйста, Китай и Россия. Вот, в частности, вчера принимали в Пекине министра обороны Российской Федерации Шойгу. Какова позиция Китая в последнее время по событиям по войне в Украине? Я думаю, что на самом деле есть такая латентная поддержка Китайской Народной Республики. Потом неучастие КНР в встрече советников глав государств по украинской формуле мира, которая была на Мальте, она тоже достаточно красноречива. Почему? По той простой причине, что там Китай не главный. То есть он вынужден считаться с порядком дня, который предлагается Украиной. То есть вот о чем речь идет. Поэтому, ну и та поддержка у Китая есть свой взгляд. Он считает, что таким образом руками России воюет с Западом, с Америкой, да, такое тоже есть. И, естественно, пока что эта поддержка латентная. Однако, я думаю, что все может и поменяться. То есть, ну, пока не будет... Пока что, я думаю, мы увидим еще определенные раунды переговоров напрямую между Китаем и Соединенными Штатами Америки. А уже вот после этого, очевидно, какие произойдут какие-то определенные могут произойти изменения. Но Китай не будет однозначно никогда давить на Россию в целях ее умиротворения. Ну вот давайте о раундах переговоров между США и Китаем поговорим чуть подробнее. Все ожидают встречи, возможной встречи, уже в ноябре Си Цзиньпина и Джо Байдена. Как вы считаете, состоится ли она? Это первый главный вопрос, да? И удастся ли им найти какие-то точки соприкосновения? Если да, то по каким вопросам в первую очередь? Я думаю, что определенные точки соприкосновения найти получится по той простой причине, что есть определенная заинтересованность у Соединенных Штатах. У Китайской Народной Республики пока что нет уверенности и полной готовности к такому, к эскалации и к противостоянию. Но, знаете, понятно, что речь в первую очередь будет идти о ситуации с Тайванем, об экономических вопросах, да, то есть это тоже очевидно. Но вряд ли, конечно, все-таки мы увидим такое глобальное какое-то соглашение. Скорее речь идет о такой некоторой отсутствии договоренности о том, что какое-то время не будет эскалации. Вот не более того, вот именно эскалации военного конфликта. Но насколько это будет прочная договоренность, я очень пессимистичен. То есть ошибаются, по вашему мнению, те эксперты, которые прочат чуть ли не повторение Ялтинской конференции, когда несколько мировых гегемонов установят правила нового миропорядка. Хорошо, спасибо вам огромное за то, что присоединяюсь к нашему эфиру. Дмитрий Левус, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» отвечал на наши вопросы. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.